Для изучения Тару нужны необходимые настройки, чтобы это было максимально эффективно. И рекомендуется изучать Тару в страхе и трепете. Почему в страхе? Потому что страх организует внимание, память улучшается, без страха нет возможности создать сосуд, принимающий Тару. Без страха нет исправления. И вместе с тем Тару нужно изучать в радости и совмещать с этим и радость. Потому что именно радость раскрывает ум. Поэтому, когда мы открываем свои чувства, мы открываемся больше к принятию Божьего Слова. Сначала душевное, потом духовное. Итак, у нас на этой неделе недельный раздел «Карах». И это книга «Бомедбар», книга чисел. Один комментатор назвал книгу «Бомедбар. Дорожная Тара». И в дороге всегда, как правило, происходят приключения различные, которые дают нам опыт. И в книге «Бомедбар» очень много событий, которые поучительны для нас. И начинается эта глава «Карей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Датан и Авирам, сын Ильява, Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей очень расстроился, Пал на лицо свое, Он был очень огорчен. Фактически, Моисею и Аарону Корей передавил, то есть очень прозрачно намекал, что они самозванцы. И для Моисея это было большим огорчением. И Моисей сказал, «Мало вам того, что Бог Израиля отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господне и стояли пред обществом Господнем, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». И Моисей больше начал защищать Аарона. И по всему видно, что Корей, он хотел занять место Аарона. Это был очень богатый человек, очень харизматичный, умный. И ему удалось настроить все общество Израиля против Моисея и Аарона. То есть он просто фактически обольстил все общество. И очень многие пошли за ним, как я читал, 250 человек, и большинство людей были обольщены. И кого это нам напоминает? Когда-то был бунт на небесах, и бунтовавший Сатан, он был сброшен с небес, сброшен в преисподнюю. И начинается спор, начинается спор между Моисеем, такие жесткие переговоры между Моисеем, Карахом, его сообщниками. И его сообщники начинают манипулировать, все переворачивают. То есть вот сатанинская такая технология, он начинает все переворачивать с ног на голову. И такое заявление им предъявляют, разве мало того, Моисею предъявляют такое обвинение, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? И здесь эти нечестивые люди, они называют Египет страной, где течет молоко и мед. Бог обещал, что это Ханан, это Израиль, они же все переворачивают. И тогда Моисей обращается к Богу, и после этого Моисей вызывает этих людей, все общество приходит, это в присутствии всего общества Израиля. Моисей говорит, Из этого узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои, поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа. Лишь только Он сказал слова эти, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их домы, их всех людей Кореевых, и все их имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И тут возникает вопрос, ну почему так жестоко? Ну, может, они бы покаялись, но мы видим, что Корей, и все, кто был с ними, они решили идти до конца, и когда Моисей сказал, чтобы люди, Бог сказал Моисею, Моисей сказал людям, чтобы люди отошли от Корея, от всех, кто с ним. И как только они отошли, и Моисей это произнес, эти слова, они были поглощены землей. была ли возможность спастись? Оказывается, была. И у них был еще шанс, то есть Бог, Он много милостивый, Бог перед самой смертью может дать шанс спастись. И этим шансом воспользовались сыновья Корея. В 26 главе чисел Бамидбар есть такие слова. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и Корея. Вместе с ним умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. И здесь мы видим, что если бы они вовремя раскаялись, Корея, его сообщники, если бы они сказали все, стоп, мы не правы, то возможно, это мое мнение, возможно, они были бы спасены, если бы они отступили от своих намерений, им еще был дан шанс, последний шанс. И этим шансом, слава Богу, воспользовались сыновья Кореевы. Мы знаем псалмы, в псалтыре есть псалмы сыновей Кореевых, очень хорошие псалмы. И далее мы видим интересный момент, такое, что люди все-таки не поняли. Да, те люди, люди были настолько обольщены, что на следующий день, на другой день, все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. И явилась слава Господня, и началось поражение в народе. То есть Бог вступился за своих помазанников, и началось поражение. И здесь Аарон еще раз подтверждает, что он избран Богом, потому что другой человек, ну, например, Корея, он бы так не поступил. Произошло вот что. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всып курение и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение. И сколько раз они доставали Моисея, Аарона народ, да, сколько бунтов было. Ну, другой бы сказал так, они это заслужили, но не такой был Аарон. Он действительно был избран Богом, Бог знал его сердце, и взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал, вот это побежал, меня очень сильно коснулось, Аарон побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Я увидел эту картину, мы знаем, что Аарон был, но он уже не молодой был, Аарон был немного старше Моисея, то есть это уже хорошо так за 80, и это хочу напомнить, все происходит в пустыне, сегодня у нас такой жаркий день, да, ну, у кого так здоровье покрепче, попробуйте так квартальчик пробегитесь, да, то есть вы, ваша одежда станет как после летнего дождя, и вот этот человек, которому уже больше 80, он побежал, меня это очень сильно коснулось, то есть вот это побежал, это говорит о его сердце, но Бог знает, знает народ, Он знал, как обольщен этот народ, и Бог решил дать такой знак, такое подтверждение, чтобы уже больше никто не сомневался, что Аарон и Моисей, они не самозванцы, они действительно избраны самим Богом, и сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена от всех начальников двенадцать жезлов, и имя каждого напиши на жезле его, и имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их, и положили эти жезлы, и Бог, Аарон, он естественно подтвердил свою Бога избранность, то есть он естественным образом показал, что это Бог его избрал, Бог наложил это свое сверхъестественное знамение, свой знак, и наутро жезл жезл Аарона, он дал ростки, он расцвел, еще и дал плод, то есть за ночь это сверхъестественно тот посох, с которым он всегда ходил, да, это тот посох, по которому Аарон ударил по воде, и вода превратилась в кровь, это тот посох, который превратился в змея, и это было очень сильное, сильное подтверждение, чтобы уже никто не сомневался в Бога избранности Моисея и Аарона. И в завершении я хочу озвучить 14-й псалом Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отвержены, но которых боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Аминь. Гонкин Гонкин Субтитры создавал DimaTorzok